Ну что ж, в последнем матче на сегодня Na'Vi против Virtus.pro. Так, значит, Na'Vi полным составом, Virtus.pro полным составом. Отличненько! Наконец-то мы посмотрим суперкрутую катку, надеюсь. Ну, просто сейчас играли Alliance против Empire, и я, честно говоря, немножечко большего ожидал от этого матча. Но, ну, в принципе, бывает такое, да. Игры бывают разные, да. Вот там мне понравилось не очень, конечно. Но зато первая игра у Rock's Kiss против Cloud9 была что-то с чем-то. Очень много экшена было, и действительно интересные замесы. Вис у Virtus.pro. Ну, окей, первым пиком. Отдают они, ну, сами прекрасно понимаете, кого они дают. Они отдают Apparation, Dazzle, Patmu, потом Ember, кто там еще есть. Так, Чен Инча у нас в бане, хорошо, понятно. Значит, там еще можно забрать Клокверка, Dazzle, я не помню, говорил или нет. Короче, героев тьма хороших, поэтому пан сейчас подумает. Ну, вообще, последняя игра Na'Vi, которая была на Dream League, я, так честно говоря, посмотрел на нее и слегка прифигел. Я, конечно, на стриме не стал рассказывать своих мнений по поводу пика Na'Vi, но если бы... Я не буду говорить ничего плохого, но если бы я поставил рарочки или деньги на команду Na'Vi и увидел бы там в трепле на Хардлейне, внимание, Медузу, Чена и Шедоу Демона, у меня, наверное, бомбануло бы не слабо от такого, потому что такой, конечно, трепло и... Я не знаю, там только терпеть, наверное, и фармить. Ну, там Чену просто не дали зайти в лес, и в итоге там Медуза стояла с Шедоу Демоном вдвоем, естественно, ничего она там сделать не могла, и в итоге там было не очень-то просто. Хвостун, но тем не менее, он много нафармил, то есть даже несмотря на то, что ему там два раза там разбили морду, то есть он потом переметнулся на топ и свою линку он там вроде минут за 15 таки сделал. Так, Мирана. Вот Пупана. Кстати говоря, вот не удивлюсь, если сейчас Рубика заберут, потому что Рубик сейчас один из лучших саппортов для Мираны, на мой взгляд. Вообще, в принципе, Рубик сам по себе хороший саппорт. Вот, я помню времена, когда его еще в мид пикали, но в качестве мидера он мне не очень нравился, потому что он, ну, как-то... ну, как-то вяло смотрелся, что ли. Ну, вроде бы, то есть персонаж, который должен гангать, да, который не должен фармить, как какой-нибудь ДК, СФ, там, Вигзорт инвокер или что-нибудь типа того, должен вроде бы как гангать, а гангать как-то он, ну, мне не знаю, мне не нравилось, как он гангал, для меня это... мне это казалось скучным в то время. Ну, сейчас, конечно же, в мид Рубика, ну, не знаю, я нигде не видел в миде Рубика, если только мы в каких-то там пабах иногда, может быть, играли на стримах, там, может, где-то еще там были Рубики в миде. Ну, в ЦМе, конечно же, сейчас такую практику не встретишь. Так, Virtus.pro берут Тинни вторым персонажем, это, в принципе, понятно. Вот если Cloud9 в матче против RockSkiss с Виспом забрали в Рейс Кинга, и я, честно говоря, так почесался затылок, подумал, блин, ну, странно как-то, то есть, как-то не очень хорошо сочетаются вот эти вот два персонажа. Конечно, можно прилететь, конечно, можно застанеть и попытаться убить, да, но с Тинни это делать намного приятнее. С Тинни, он как-то и в качестве хардкерри мне больше нравится, нежели чем в Рейс Кинг, он как-то поинтереснее. То есть, сплитовать вообще с этим персонажем сплошное удовольствие. Вам, вы проиграли тимфайт в миде, на вас идет 5 человек с некрами по миду, и вам нечем дефить, не беда. Юзаем релокейт на вражеские бараки, жмем третий каст виспай, Тинни просто веткой подметает базу соперника. То есть, решение простое. Главное, чтобы линия была достаточно отпушена. Ну, понятное дело, что надо нафармить. Когда мы видим пик, так, а вот что забанил Йотом? Да, Йотом на пике у команды Virtus.pro. Йотом решил забанить Шэдоу Демона и Врейс Кинга. Вот, блин, вот, ну, вот не дай бог сейчас Na'Vi пикнут Аппарейшена с Рубиком. Ребята из ВП на боте просто так сильно затерпят, что... Ну, ладно, я сейчас просто хочу посмотреть, что пикнет Пупей в таком случае. То есть, убрали Шэдоу Демона и Врейс Кинга. Двух героев, которые вроде бы как должны являться саппортами для Мираны, чтобы кастить станы. Чтобы, ну, ну, не знаю. Короче говоря, по-моему, сейчас может Пупан что-нибудь сделать. То есть, оставлять Тинни с Веспом на фарме в соло лейне, это как-то... Ну, можно, конечно, оставить. Если у тебя есть какой-то тоже там персонаж типа Луны или Найкса, да, там, или чего-нибудь еще, там, Герокоптер, может, какой-никакой. А тут пик Патмы. И пик Патмы сам по себе в первую очередь подразумевает какую-то агрессию в начале. То есть, ну, если только Патма не в миде стоит, да. Если Патму поставить на соло изи лейн, да, а Триплу в бот, то это тоже агрессия. Но если Патму поставить в Триплу на топ, то это уже какая-то такая вялая агрессия. Ну, в мид поставить она, конечно, тоже может очень много. Мне особенно нравится, как Синг Синг играет Патмой в миде. Сплошное удовольствие смотреть. Но мне кажется, что Патма это герой либо для Триплы на боте, либо для мида. Ну, вот, пожалуйста, пик Рубика. То есть, одного героя я уже угадал. Я бьюсь об заклад, Пупей просто выбирал, какого героя забрать. Рубика или Аппарейшена. И вот сейчас, когда мы видим пик аппарата в команде Virtus.pro, я реально не удивлюсь, если Пупей сейчас пикнет Аппарейшена. Но, может, он его, конечно, не будет забирать, потому что, может быть, не хочет. Так, Кентавр. Значит, если рассудить таким образом, что Пупей заберет Аппарейшена, да, сейчас, то тогда это получается Мирана, Рубик плюс Аппарат пойдут на бот против Ио Тини плюс один. И Дарксир будет стоять один на один против Кентавра. Ну, Кентавра... О, кстати говоря, Тринта забрал. Решил не в агрессию уходить, а наоборот в сейв. Пупей, ну, тоже интересный выбор. Что ж, хорошо. Ну, тоже, как бы, с Рубиком у них Трипла может получиться. Ну, вот только с Тринтом я не знаю, что они будут делать. То есть, пойдут ли они Триплой воевать или какие-то дабл-лейны, может быть, расставят. Короче, надо смотреть уже. Тут я уже ничего не могу сказать. Если бы я увидел бы того саппорта, которого хотел бы и ожидал бы от Нави, то я бы сказал бы сразу, что это будет. А так с Тринтом тут, конечно, у Пупей, наверное, свои какие-то идеи. Так, что делать Жотму теперь? Берет Шэдоу Шамана. Ну, это, видимо, дополнительный саппорт на лейн с Тиней и Виспом. Скорее всего, я так предполагаю. Вот, и остается по соло-мид герою, да. Значит, Нави уже убрали инвокера, шторма, пака. Ну, и сейчас могут забанить. Ну, не знаю, может, Темпларку какую-нибудь лучше забанить. Чуть-нибудь типа того. Потому что как-то с Кентавром, когда она врывается и начинает просто все ломать. Ну, пик вот реально у Виртуз Пром мне нравится сейчас пик. То, что они взяли вот Шэдоу Шамана с Кентавром и Тиней. То есть, ну, кстати говоря, Темпларку решил Жотом убрать. Интересно, кого же он хочет туда пикнуть. Мне кажется, что Темпларка самим бы Виртуз Пром подходила нормальным образом. Потому что тут и станов у них хватает, да. То есть, всякие Шэдоу Шаманы, Кентавры, Тиней, инициация есть. Все хорошо. Осталось только в мид поставить какого-нибудь типа, который бы перефармил и выиграл линию, возможно. Так, ну, Пупей сейчас добирается ломит для Дэнди. Не исключено, что это будет какой-нибудь Эмбер Спирит. С Дарксиром и Тринтом это довольно сильный герой. Потому что, ну, на него вешаешь и он шелл. Он забегает с Флеймгвардом. Он там так лицо зажигает, что вообще вам не горю. И, учитывая то, что Тринтом его защищает от магического урона, плюс Ливинг Армор, который Тринтом и вешает, защищает его от физического урона, то с Эмбером бывает не так просто справиться. Вот в мид-гейме, когда он просто заходит. Герой вроде бы тоненький, да, боится всякого замедления, боится Сайленса. Ну, Лайстиле разобрали. Окей, значит, это, наверное, будет что-то стандартное из разряда, там, Патма, Соло, Мид, да, Дарксир... О, Морфила, значит, Тиннис Виспом Дабл Мид. Или Тиннис... Нет, или Морф с Виспом Дабл Мид. Короче, может быть, что-то типа вот этого. Так, я сейчас быстренько... Ну, так сказать, перед тем, как начнется матч, напомню вам, друзья, что мы проводим розыгрыш сета Насларка сегодня. Такой дешевый, невзрачный, но все-таки сет Насларка. Вот, и для того, чтобы принять участие в этой халявной раздаче шмоток... Сейчас я быстренько ссылочку скину в чатик на Twitch.tv. Ну, лайк, репост той записи, которую я сейчас кидаю. И в чатик на Goodgame, конечно же, тоже. Так, 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 так. Все, хорошо. Так, включил обратно. Там что-то, говорят, не видно пика. Блин, не знаю, у меня же вроде не была включена картинка. Я же лично смотрел, чтобы эту картинку убрать. Ну, что ж, у нас тогда получается следующий пик. Значит, Жотом будет играть на Виспе, Лидан на Морфе, Гот на Тине, НС на Шедо Шамане, Смайл на Кентавре. Пупей на Тринте, Хвост на Ластилере, Дендин и Мираник, Рокки на Рубике и Фаник на Дарксер. То есть ребята решили остановиться на стандартных линиях, скорее всего. То есть, ну, Патма пойдет соло-мид, Хвост пойдет топ с Тринтом и Рубиком. Ну и Фаник пойдет на бот. Ну, наверное, что-то типа того должно получиться. Сейчас только Na'Vi пойдут на бот для того, чтобы провардить вражеский лес, чтобы как-то попроще было немного там стоять. Ну, а чем будут заниматься Virtus.pro? Пойдут ли они вардить или они не пойдут никуда вардить? Непонятно, непонятно. Так, 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 еще разочек. Трансляцию прощекал на всякий случай, чисто на всякий случай, потому что, мало ли, там что-то у меня не работает. Сапоги, варды, все как положено, бегут. Там, Патма, если что, впереди, чтобы, если что, липануться. Провардил, да, так, провардили. Хвост стоит сейчас как раз-таки на варде. Есть у него еще золотца, между прочим. То есть, он тут сможет... Блин, игра-то, кстати, должна получиться интересной. Я вот всегда, когда смотрю матчи команды Virtus.pro, они сливают игры из-за того, что у них либо трипла какая-то там совсем обсосная, они там получают триплы соперника, либо какая-то там пик у них немного странноватый получается, да, из-за того, что они там в мид-гейме проиграют. А тут они вроде как бы и Na'Vi так линии расставят, и Virtus.pro так линии расставят, что у нас, наверное, получится... Так, ребята, основательно пофармят, и... Ну, тут, конечно, возможно, какие-то ганги, там, со стороны, мне кажется... Хотя, с чьей-то стороны. Шадоу Шаман с Виспом гангать будут? Ну, не знаю даже. Мне кажется, что Шадоу Шаман будет стоять на боте с Марфома, а Висп будет стоять на Миди Стине. Вот, такие вот дела. Вот, а, кстати, от Na'Vi... Ну, Na'Vi, у Na'Vi, Рубик и Тринд, они как бы тоже как-то, не знаю, мне кажется, странновато им будет гангать. Как бы, Рубик там Висп, можно. Там, Рубик ЦМка, можно. Но, вот, как-то, Рубик с Триндом, и не совсем, не совсем понимаю, как это вообще... И что, точнее, они пойдут гангать? Мид, что ли, они пойдут гангать? Тут два человека стоят. Не так просто загангать. Вот, да и тем более Na'Vi надо саппортить, потому что, если Тринда, ой, Тринда, если Кентавра отпустить, то он начнет там много получать, и это нифига нехорошо. Так, на боте все-таки и дабл лейн какой-то, да? Да, тут сейчас Тринд подходит. Да, Тринд тусуется во вражеских лесах сейчас пока, что Фанник выфармливает. Иллидану не так комфортно будет фармить, это точно, но если Дарксир будет здесь стоять один, то, по идее, Иллидан должен свое включить. Но зато Дэнди в миде не так приятно фармить, по идее. Мы только что смотрели, как Resolution стоял Соломит под мой против дабл лейна шведского. Вот, там Кунка с Шедоу Демона. Он там знатно получал, конечно, по щам. Вот, ну, тут сейчас посмотрите, из-за спины Пупе с семечком выходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Жотму плохо, Жотму плохо. Подцепили и убили, вот так вот. А я тут что-то говорил, что гангать неудобно. Ну, семечку Пупе и качественно прокачал, надо сказать. То есть, если бы у него был бы Living Armor, то, возможно, бы не получилось бы шлепнуть здесь Виспан. Так, провардил еще очень грамотно Трин. То есть, тут не отвести крипов. Хотя тут еще грамотно, он просто воткнул вард такой. Все, вард есть. Наекс в итоге стоит один на один против Кентавра. Приятно, конечно, что Кентавр толстый, и с него наекс пассивкой отгрызает много ХП, и дополнительный урон ему наносит, что, конечно, тоже не может не радовать. Вот, но все-таки Кентавр там быстро должен вывозить свои там Транквилы, Дайгер свой, он тоже тут фармит, и с этим ничего не поделать. Но зато вот напрягают Марфа, и подошел к уроке в мид помогать Дендико стоять на лейне. Так, руна Регена спавнится на боте. Неплохо было бы ее проконтролить кому-нибудь, я не знаю, кому контролить танку. По-моему, проблема у Пупечи как-то далековато, он зарез. Хотя, ой-ой-ой, живет ведь парень под Ливинг Армором, и Наса должны убить, или не убьют. Фаник, Хекс, Фаника, бьет Манку. НС сейчас кулачком ему, вот так вот ему по спине. Ну, должны убить здесь, конечно же, Фаник, или, да, он сделает даблкил на боте, и еще при этом Фаник прожал Манку. Вот такой неплохой буст для Марфила, у него пока что на третьей минуте всего лишь 8 крипов, да, то есть практически, ну, там, полтора раза меньше, чем у Найкса. Ну, вот, и фармить ему не так просто против Йоншелов. Но все-таки, все-таки парень имеет 1000 золота на руках. Сейчас после этого даблкила много экспы еще получил в одно жало, причем с Дарксира тоже 4-го левела. Но сейчас хороший уровень весьма, то есть, ему будет чуть попроще ставить. Сапожки себе притаранил. Не знаю, видимо, Линку собирать не будет. Хотя тут, кстати, Линка была бы не самым плохим айтемом, или, может, будет, вот, продал Тангос и купил себе маску. Нет, кольцо решил, думаю, не, не хочу, не хочу отжираться лайфстилом, лучше купить кольцо. Правильно, наверное, сделал. Пока что у него дамага не так много. Это уже там можно собрать, там, ПТ, там, Линку, и потом уже Доминатор какой-нибудь. Вот тогда мат нормально там будет бить руками и выживать при этом. Хороший будет. Ну, тут как-то вообще, прям, не пойми, ни туда, ни сюда. Как-то не получилось у ребят на миде. Снова гангует мид. Саппорт команда Нави. И убивают они Тинни, у которого сейчас всего лишь третий уровень. У Дэнди четвертый, у Куроки третий, у Пупана второй. Руна Регена находит Фаник на боте. И она, конечно, дико негодует. Кастует ему Шеклз. Он, по-моему, сейчас может пожалеть за то, что этот Шеклз... Ой, не Шеклз, форкид. За то, что он ему скастовал. Просто думал, может, сейчас как-то выпрыгнет кто-то. Еще из Нави из Миля. Дэнди липается от Валанса. Который год вкачал на двоечку на третьем уровне. А, нет, стоп, это ТОС у него на двоечку. Да, вру, вру, вру. Все, беру свои слова назад. Фейзу на Экс. Смайл там. Поджался в вышку. Слегка. Кроки с дабл-дэмэджем. Посмотрите, палит всю эту контору. Весь этот суперчеткий ганг. Курьер сразу же... Дэнди липается отсюда. Красавчик. Пьет банк. Посмотрите, сейчас может быть даже развернуться. Летит Аро. Попадает Джотма. Джотом умер. Потому что... Потому что слишком глубоко залез. Да. Наказали. Ну вот у Virtus.pro просто явно не получается. То есть у них лейн это были нормально расставлены. Но то, что там в мид пришли, их ганганули. То, что там вот здесь. Висп в эту сторону. Тинни в эту сторону. Че-то как-то не туда и не сюда. Ни рыба, ни мясо. И поумирали. И вот сейчас вот они пытались зайти на Патму. Четвертый левел Тинни. Патма просто вовремя липнулась оттуда. Тоснуть не успел год соперника. И поэтому, собственно, тут еще и Тинни отдался. Но плохо, плохо. Пока что все очень плохо, мне кажется, у команды ВП. С исключением того, что, конечно, морфила фармит. Но когда свои левела получат Na'Vi. Скажем, вот у Na'X будет более-менее хороший уровень. У Тринта будет более-менее нормальный левел. Там у Патмы, Рубика, Дарксира. С Меккой там он, наверное, в ближайшее время должен себе ее приобрести. Или что у него там. Рецепт Солд Ринга пока что. Но то в мидгейме, как бы, в Na'Vi очень сильно могут себя показать. Ну, конечно, вот тут про ирис Кентавр, который тоже в мидгейме должен очень сильно решать. Но вот НС сейчас получает буст от ульти Кентавра и умирает. Пришлось Смайлу потратить ультимейт. И по крипам он начинает проигрывать. Ого, нифига себе, как он начинает проигрывать на Эксу. Не ожидал, конечно, что Смайл настолько сильно, что хвост настолько сильно сможет напрячь Кентавра. Но вообще, конечно, что ты ему сделаешь? Кентавр, он... Ой, хороший рейдж, просто от хвоста. Посмотрите, он его лупит. Сейчас инфест, если есть, то он его убьет спокойно. Вот что-то кайтит. Что-то не случается. Смайл пытается спастись в лесах. Ливен Гарморум увешивает. Хороший стан от Смайла, просто великолепный. Уходит. Здесь НС, готов встречать. Ну, практически убил. Просто вокруг вышки там бегал и... Ну да, не получилось немного. Ну ладно, зато Кентавра домой прогнал. Все равно у хвоста топовый Нетворс сейчас на седьмой минуте. И, собственно, имеет он довольно неплохие айтемы. Плюс еще он там Кентавра на базу прогнал. Так что желать лучшего-то, наверное, можно было бы, если бы забрал Кентану. Не забрал и не забрал. Ну и фиг с ним. Так-с. Крокет пока что пятого левела. Ждет свой шестой уровень. Конечно же, Фаник фармит вражеский лес, потому что на линии ему, видимо, немножечко стрёмно выходить. По какой-то причине Смайл делает телепорт на бот. У него есть ульта. Что же с этой ультой делать-то теперь? Что же мне сделать-то непонятно. Тинни 37 крипов, а Патма 23. Ну, по крайней мере, все не так плохо хоть по фарму угодно. То есть он, по крайней мере, перекрипил Патму. Это не может не радовать, конечно. Ну, меня тоже в том числе, потому что все-таки хочется последнюю игру на Дремлиге посмотреть. Интересно. Так, нашли Смайла. Так, на миде там поймали. Все поймали Тинни, но Тинни уходит под ультой. То есть здесь НС такой, оп, просветил. Форкет скинул, ару получил и впитал, короче, немало. Сейчас его могут убить, да. НС подошел, скинул просвет, дал Форкет и угр. Вот такой вот шеду шаман. Руна Инвиза на топе. Дэнзи руну, конечно, контролит. Забирает ее и потихонечку передвигается. Ну, так, типа забрал, типа я на топ иду. А на самом деле нифига, возвращается в мид и сейчас какой-нибудь ару китый. Вот Рубик просто притягивает. Рубик вообще не притягивает, дает Телекинез. Убили одного и второго. Дэнди, доминейтинг, даблкинг. Пожалуйста. Не, ну тут Нави, это называется просто outplay. Вот конкретно, да. То есть иногда бывает смотришь там, ну не получается у команды. Иногда бывает смотришь, ну вроде пик какой-то странный. Ну неудобно таким пиком там на лейне против такого-то пика стоять. Что-то тут не так, там не так. Ну, тут чуть-чуть ошиблись, там чуть-чуть ошиблись, да. А тут прям вот, ну видно, что прям, прям вообще конкретно не получается. У Смайла большие проблемы. Вот он стан уже потратил и скорее всего он сейчас умрет. Ну должен, по крайней мере, пытается хвост его. Ну Смайл, блин, зараза, хитрый, конечно. Мансует там. Ну тем временем Шедо Шаман убил Дэнди. О, йо-йо-йо-йо, избрил хороший такой стрик, что Куроки своровал, своровал Тос и убил Крепом. Шедо Шаман, вот пожалуйста. Трубик, собственно, неплохо здесь отыграл. На девято с половиной минуте на их сделает Мидас. Морфила приходит его напрягать. Говорит, хватит тут Кентавра бежать. Пришел такой Морф, типа, он вроде как по рейнджовее, он вроде бы как поопаснее. ПТ, Ring of Hells и, да, кстати говоря, на топе заденаял вышку. Ну ладно, по крайней мере, вышку заденаяли. ВП надо посмотреть, что с графиками происходит. Ооо, Na'Vi на десятой минуте перепармливают вообще в 4000 золота. Это просто мега ощутимо. Ну 2000 XP, это, конечно, тоже ощутимо, но еще терпимо. Но 4000 золота, это, ну блин, это как-то, ну совсем прям неприятно. Висп пятый. Шадо Шаман пока что пятый. Рубик уже шестой. И второй Саппорт Трин, ну пока что пятый. Так, что тут несет Кура? Кларити. Манки маловато у хвоста. Оказалось, скрипов-то он отожраться всегда сможет. Денди получает проказ на миде. Дает Starfall, лип у него есть. Липаться он не хочет. А вот еще подходит Кройку, которая сворован Тос четвертого уровня. А тут кто у нас? Тут у нас Элидан, Смайл и Энэс. Ну Энэс, конечно же, является самой халявной целью. У него 700 КП и он такой очень... 335 мувспид у Шадо Шамана, да? С сапогом такой вот он. Какой-то... Какой-то слоупочный. Саппорт. Уу, ну блин, Эмэс такой же почти без сапога. Ну что это такое? В Смолке заходит Нави к Патме. Ливенг Армором его подлечили. Ну, кстати говоря, Энэс в Смолке тоже находится. То есть тут не ожидают команды кое-чего. Вот Тоснули Кентавра. Кентавр дает стан, но его поднимает, получает Онару. Вот это мувы на уровне, конечно, забавное, конечно, такое. Видите, Джотон получает кучу дэмэджа. Сейчас должны его шлепнуть. И Энэса Тоснули, да, вот. Кто кого перетосает. По-моему, Кроки тосает лучше, чем Тинни. По-моему, Кроки тосает просто лучше. На боте. Фаника напрягает Элидан. Так, ручками, ручками, ручками. Прекачался. Дамаг 115 плюс 9 под Эквил. И посмотрите, на 12-й минуте это весьма неплохой вид дэмэдж. Правильно? У Тинни там чуть меньше. Ну, чуть больше, точнее. Но он атакует весьма медленно. Может, ДПС это, конечно, гораздо лучше, чем Тинни. Плюс еще он... Линжевый персонаж. Так, тут заходит. А баланс только в Кроки. Убили в итоге Кроки. Со стриком доминейтинга он был. Сгрыз сквозь Виспа. Байбэк от Кроки. Ой, тут Пан дает ультимейт. Тут Смайл дает станчик. Дабл Эдж, купил плохо. Ой, 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 Тинни там такой гречки насыпал. Дай Боже. Кроки сейчас с байбэка еще умрет. Так, Старфол. Дэнди делает дабл пил. Стики есть какие? Нет, стиков никаких нету. И маны на лип тоже нету. Поэтому Дэнди тут, наверное, лучше было бы отойти. Ну, короче, размен, на мой взгляд, в пользу команды Virtus.pro. Потому что они поубивали весьма плотных героев. Они поубивали тут и Хвоста, и Пупе, и Рубика со стриком. Рубика, между прочим, два раза убили. Вот, то есть Кроки за 10 минут вообще ни разу не умер. Четыре фрага сделал, а за следующие две минуты умер аж два раза. Еще и стрик отдал. Плохо, короче, получилось. Вот, ну, ладно. Как получилось, точнее. Надо сказать, да, действительно. Как получилось, так получилось. Две с половиной тысячи умираны. То есть, кот сейчас какую-нибудь Яшу себе может притаранить внезапную. Или, может, там, Мелстром какой-нибудь потихоньку шклепать. Не знаю, как правильно сказать. Да черт побери, что такое? Совсем что-то мозг опух ближе к концу трансляции. Склепать, конечно. Вот, все. Все, вспомнил. Яша, да, действительно, прилетела для Дэнзи. Лидан. Делает потихонечку свою линку. 2-0-3. Так, своровали. Это что, дабл эдж? Что это такое? Не помню. Там у него все скиллы одинаково выглядят. Ну да, там дабл эдж, копыто такое. Не одинаково. Ну, наверное, надо было бы догадаться мне. Кот с барабанами. Дарксир готовит пайп. Ну, магического дэмэджа у Virtus.pro немало. Решил он именно пайп сделать, нежели чем Мекку. Так, видите, там кентавр еле выживает. Кстати говоря, Куроки его чуть не убил. Куроки его чуть не убил. Ару, Ару летит. Попадет? Нет, не попадет, конечно. Так, Курьер. Вот, лабузит Дензи. Руна нашел. И тут какой-то сплитпуш, что ли, получается. Такой своеобразный Virtus.pro пытались они вышку на боссе продавить. Ну, у Na'Vi вроде бы как получается отлично. Гангальт получается отлично. Пайтится. Ну, за исключением последней драки. Но не пушат они. То есть они поломали одну вышку, которую... Вот вторую вышку сейчас они, по сути, поломали. Которую Virtus.pro заденяли. То есть, как будто они поломали всего лишь и одну вышку. Всего лишь и не две. Ну, конечно, это ограничение мобильности. И Na'Vi играет на стороне Dyer. Им очень удобно забирать Roshan. А за прокат пытается убить Fanny'ка. И стяжка. И тычечку. Пьет банку Fanny'к. Еще пьет банку. Килин... Ливенгармор. Ара чуть-чуть мимо ухо Ти не пролетает. Купан ультануть уже не сможет. Куроки тоснул. Тоснул на виспа. Красава. Куроки. Ну, откинулся гречкой год не по всем. И поэтому здесь он, скорее всего, умрет. Прожимает барабаны. И бейт болтом Куроки его шлепает. Хотя у него и тос там откатился. Он бы его просто убил. Короче, что-то вот у парочки не получается. Так, элидан готов сражаться. Перекатчика пошла. Стан. А вот это уже не по шансу. Дабл Эдж. Прокатились волной по щекам адаптив страйкам. И элидан делает в Солягу, ну, практически в Солягу фраг на хвосте. Ну, как практически. Все-таки не в Солягу. Так, шелкентавр подстанил. Дабл Эдж скастил. Много всяких, действительно, скиллов. Так, ну-ка, по нетворсу что у нас? Что мы имеем по нетворсу? Патма, Наикс, Морф, Тини, Дарк Сиркин Тауэр. Понятно. По графикам, Na'Vi по-прежнему в плюсе. Но они сейчас начинают вышки забирать. Вот первая вышка, по сути, которую забирает команда Na'Vi. Ну, так четко, да? Вот именно забирает первую Т1 вышечку на боте. Но Virtus.pro надо что-то поломать. На топе вышка целая практически. На миде вышка практически целая. На боте тоже практически целая. И вот, ну, непонятно. А, о Свардаме. Ну, Свардаме это другой разговор, конечно. Свардаме забирать можно. Но у Na'Vi есть фортификейшн. Они просто очень далеко сейчас от топа находятся. Поэтому 9-Т1 нет никакого смысла. Ароу получает Готт, получает Ванды. Приходит Тини и забирает его Релокейтом. Ну, что там? По крайней мере, спас он задницу Гота. Сейчас надо, чтобы кто-то подошел. Люди, подойдите кто-нибудь сюда, пожалуйста. Говорит, Йоттан. Мне сейчас просто растрабанят здесь на маленький кусочек. Да, а, он еще есть. О, он, кстати говоря, вернулся с Тини. Посмотрите, стеночка. Прорывается Смайл. Дает хороший стан, попадает в паник и в Куроке. Велидан делает уже четвертый фраг в стрике. Да, у него 4-0-4. И поменяли Виспа на трех героев сейчас. Слушайте, а вот Na'Vi могут... Вот этот вот файт, который был в миде, он может стать началом конца, по-хорошему. Тогда, когда Куроке байбэкнется. Потому что файт этот был, ну, мягко говоря, не очень, по-моему. Вот. И поэтому тут как бы... Лейт-то, понятное дело, за командой Virtus.pro. То есть у них, посмотрите, у них... Ну, Shadow Shaman такой довольно средний, на мой взгляд. Саппорт для Лейта. Ну, он хороший за счет Хикса, да. И вот варды он пушит очень, может, быстро. Минутку попросил. Морф там, да. Вот, Тинни, вот у него практически там, посмотрите, уже полаганима, наверное, имеется. Даже больше, наверное, процентов 65 у него от этого аганима уже нафармлено. При этом он не просто его рашит, он еще и ПТ, и драмы, и полный стик имеет. То есть какие-то дополнительные шмотки у него есть. И его... Ну, про него я уже все говорил. Ну, и Кентавр для Лейта тоже саппорт опас... Ну, не саппорт, хардлейнер. Тоже опасный герой. Хорошая инициация. Станы, он жирный. И вышки может ломать быстро, если его фокусит. Вышка, она коцается от его пассивки. Это не круто. Вообще совершенно. Купить какую-нибудь там Тараску Блейдмейл. И все, Кентавр купил все, что ему нужно. Ну, там, скажем, там Транквилли либо Травала, да. В зависимости от того, сколько слотов и есть ли смысл в этих Травалах. Даггер, Блейдмейл и Тарасочка. Ну, и все. Ну, можно какую-нибудь, конечно, Халберду купить. Или Алибарду, наверное, правильно, по-русски называть ее Алибардой. Против Найкса. Хотя у него Рейдж есть. Ну, по крайней мере, пока он... Когда он выходит из Рейджа, можно ему Алибарду повесить. И тоже приятно будет. Вот, у Na'Vi, конечно, в Лейте есть Мирана, Лайфстиллер. Тарксир и Рубик, по идее, тоже хорошие саппорт. Ну, да, я, наверное, погорячился, когда сказал, что у Virtus Pro Lite явно лучше. Но Na'Vi, конечно, тоже есть. Но у ВП, по крайней мере, это реально опасная комбинация героев, способных сплитпушить. Это Морф, Кентавр и Тинни с Виспом. Кентавр дает ульту, убегаешь. Релокейты всякие разные. Реплики делать можно. В общем, сплошное удовольствие. Там, когда ты начинаешь сплитпушить, если Na'Vi совсем подожмут кайграунду и какие-то шмотки будут, то ВП там не могут попытаться вот таким вот образом сыграть. Линка практически нафармливает у Морфа. Несмотря на то, что у него 4 фрага Линку, он эту с ПТ и Аквилой полным стиком фармит 18 с половиной минут. Ну, на полном фрифарме, наверное, с ПТ-шкой, Аквилой и полным стиком можно, наверное, эту Линку нафармить минут за, ну, дай боже, за 16, наверное. А если еще и вышки забирать, то, наверное, за все и 14 можно ее спармить. У Иллидана есть реплика. Он дает еще один вейвформ, добивает здесь всех крипов. И сейчас еще... И вот охота. Да, реплика. Все, ушел. Хорошо. Тут в него Тамара, судя по всему, летел. Ушел на реплику. Ну, вот Морфот такой, вот пассажир фармит быстро, фармит люто, если ему дать пространство для этого фарма. Так, угода 500 золота. Осталось до Аганима. Рошана пытается сейчас Нави забрать. Попадает Ару Дэнди. Он купил себе Яшу, купил себе Мэнл Стром. Следующая остановка, скорее всего, это либо Манта, либо Мьелвер. Ну, а там посмотрим, да, что он будет собирать. Пока не ясно. Линка за 19 с половиной минут сделана Морфот. Ну что, уже неплохо. Уже неплохо. То есть, линка есть. То есть, каким ты его там телекинезом уже не поднимешь. И опен ваунсом вот так просто тоже не скинешь. Хотя тут линка, как бы, этот, такой, как бы, выбор, ну, весьма своеобразный, на мой взгляд. Хотя, конечно, наверное, лишним этот айтем никогда не будет. Его покупает Транквилы. Заряжен Релокейт. Этот Релокейт можно было бы сделать на Дэнди. Так, ну что там, кстати, с Аегисом? Я что-то не понял. Да, Аегис у хвоста. У хвоста Армлет. По графикам потихонечку у Нави начинают сливать свое преимущество. Но очень-очень потихонечку. Пока что это не сильно заметно. Так, Каллидан с репликой бежит на бот. Вейформ. Ну, и в итоге не стал на реплику уходить. Остается на боте. Так, а у Нави как раз-таки решили на боте немножечко пошалить Дэнди с ультой. Кастанули тут Арканы и Саппорты друг к другу. Да, Дэнди кастует ультимейт сейчас. Итак, на кого мы будем нападать? Хмм, Тинни жирный. 2000 хп. Сложно убить. Нет. Морф. 910 хп морф. Но он с перекачкой, а? Вот что будешь делать? У него линка еще есть. Линку сбили. Фейтболк. Морф уходит на вейформ. Перекачивается в силу. А Роу, ну, Эллидан просто браво. Вратарь на месте. Выключил перекачку. В надежде, что не отдаст ее рубику. Он бы, конечно же, эту перекачку своровал. Причем силовую. Ну, и в итоге морфа просто... Ну, лол, как? Да, забавно, конечно. Кентавр как будто вот тоже вот не мог он подулетить. Да, то есть там все дизейблы скастили в него. Линку сбили. Телекинез подняли. Все, вот, просто кастуешь ульту и убегаешь. Хотя, ну, наверное, Виртуз Про виднее. И Смайлу подавно виднее, чем мне. Но, в общем, как-то вот так странно получилось, что морф затерпел. Затерпел в лесах своих. Затерпел. 478 хп у него. Пупан партится на топ. Сейчас вот будут, наверное, 10. Это морфата нету. Так, так. Нашли Пупея. Немножечко кривая какая-то гречка. Протухшая слегка. Ну и в итоге... Сейчас тут Дэнди все эти варды запахнет. Сочный, да, Сочный. Покупает как раз-таки рецепт Мьолнира у него. Там все шикарно. Просто гиперстоу на него есть. Сейчас он этот рецепт Мьолнира заберет. Сержант Сент-Кинг. Это Дэнди у нас, да, такой? Сержант Сент-Кинг. Понятно, понятно. Бежит за шедоу-шаманом. А тут, наверное, такой, типа, байт. И тут такой, выходит Тинни, тосает, хексит Дэнди. Дэнди получает Ливенгармор. Чуть-чуть уходит. Босс начинает грызть Жотома. Жотом, что будет делать? Уворачивается от стрелы. Но умирает, тем не менее, от руки Дэнди. Который уже бьет рукой очень неприятно. Там молнии летят практически каждые четвертые тычки. Сколько? 25%. Каждые четвертые тычки, считаю, вылетают молнии, которые... По крайней мере, и без пул, а мое-то очень много. Морф сплетают на боте. Блинкдаггер у Рубика появляется хорошая штука. Вот у него... Он сейчас всю агилу просто-напросто перекачал в силу. И вот у саппорта такого вот 1650 кп. Так, опачки. Поймали. Морфа, да ладно. Я что-то провтыкал этот момент. Тут, судя по всему, был инфест с Дрэнди. Да, протонулась Патма. Не сидел Найкс, у которого, кстати говоря, еще есть АЕС. И снова вот Иллидан умирает. Таким не самым приятным образом. Поймали его так в хитрую. Там вышка на боте еще живая. Найкдаггер пока что потеряли только одну вышку на топе. Виртуз Про уже не могут досчитаться трех. Ну, две из которых, как я говорил, они уже заденайли. Вот что, конечно, тоже приятно. Вот, что не дали такого буста по голде Нави. В начале игры. Возможно, из-за этого у них до сих пор стоит трон. Ну, конечно, это грубо сказано и весьма аутрировано. Но всякое могло здесь случиться. То есть чуть больше золота, чуть наглее хвост, чуть наглее Дэнди. Чуть лучше файты. Одно минус пять, второе минус пять. И там уже можно бегать, наверное, какой-нибудь написать. Ну, то два сейчас потеряют ВП. Такс. Синя там уже веткой долбит по крипам. Саганимом 1200 золота. Сейчас бы ему еще какую-нибудь тут керасу сообразить. Или, ну, не знаю, манту, может быть. Что-нибудь такое. Ну, кераса, по крайней мере, у Астеллира уже имеется. Дан 14 уровня. На топе сейчас, возможно, будет небольшой файт. Ну, как небольшой? Чисто конкретный. Потому что кончается Аегис. Нави, конечно, очень хочется с ним как-то разменяться. Пупейт такой вот такой. А типа один. Сфоткай типа один бегу. Ну, нифига подобного. Вылетает хвост. Начинает фокусить Энесса. Который, ну, да, скидывает на него ванды. Не самые, наверное, лучшие. Получая... Не понял. Ну, ладно. Смотрим. Год кидает хвостач подальше. Сейчас годы очень сильно фокусят. Его самого там тоснули. Убили Тинни. Сделали небольшой релокейт. Там с кем сейчас его прилетит. Его с морфом, наверное, сейчас прилетит. Чуть-чуть силы прикачался морф. Или он его оттуда спас. Я, честно говоря, не совсем понял. Но сейчас он вернется и огребет. Да. Ну вот, и Аигис как бы разменять не удалось. Но, по крайней мере, файт навязали. И при этом этот файт, конечно же, ребята из Virtus.pro проиграли. Ну, навязали, естественно, его Нави. Так. Тос есть. Тос идет обратно на крипов. А тут... Какой злой морфил. А? Смайл. Стан. Дабл Эш. Куроки. Блин, какой он, зараза! Убей ты его! Боже мой. Хорошо. Дэнди получает сейчас кучу урона от морфа. Морф кончик начинает перекачиваться. В форме Дэнди сразу же оттуда липует. Дает адептив страйк последнего уровня. Он мне немножко подлагал андота. Урна на Дэнди. Фаник бежит. Сейчас у Ильдана могут быть проблемы. У него реплика. У него есть реплика, на которую он приходит сейчас и делает ТПАуты, что никто не сбьет. Да, вот стрела летит, но она не успевает. По крайней мере, убили Чешедо Шамана. У Шотного проблемы у него есть с тизером. Тизерится к кейпу, уходит оттуда. Но Дэнди прыгает за ним, дает тычку и сразу же оттуда вылетает молнию. И спаломается пол столба ХП. Пол столба ХП он теряет просто мгновенно. Следующим айтемом Дэнди будет делать БКБ. Ну и вот тут что-то вот как-то прямо УВП не получилось в очередной раз. Ну ладно. Посмотрим, что будет на хайграунде. Фанник имеет пайп, меку, арканы, стенку второго левела. Хорошим было бы вот такую штучку нажать и посмотреть на кого что есть, потому что я как-то слабенько прокликивал в этой игре, чтобы он стал к концу эфира. Да, похоже, что Т3 потеряют сейчас ВП. Ну хвост как-то не сильно заморачивается на тот счет, что ему там что-то поскидывали. У него есть всегда Ливенгармор. Неплохая стенка от Дарксира мы видим. Дэнди с Гадлайком. Элидан пытается дамажить. Сьюзей гост, и за больше он, собственно, ничего не сможет сделать. Его тут потоптали. Рубик своровал ульту Кентавра. Перекачечка, 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 адептив страйк, перекачечка. Под фонтан, под фонтан. Жить. Своровали, что? Своровали, и дэп встать. Да, Дэнди тут вообще настреливает, конечно, дай ваше. 27-ая минута, у Патмы очень много айтемов. Она чуть ли не топовый герой по надворцу. Ну, тут хвост за счет, конечно же. Мидаса так много выформил. Да, Элидана тут, по-моему, беда. Хотя Гост успел нажать, китрец. И на перекачке спасается. Милишный барак потеряли. Virtus.pro в миде сейчас. Ну, это, конечно, уже форменное издевательство. Тут надо навям отойти, потому что драться уже очень тяжело. Так, на боте еще есть вышка, которую можно плавать. Ну, точнее, на топе есть внешняя вышка. На боте уже можно пойти забирать какую-нибудь сторону. Так, и покупайте, окей. Летитароу попадает в годом. Ну, Дэнди просто на опыте. О, еще руну нашел халявную. Инвизы причем. Сейчас развернет, еще и убьет кого-нибудь. Это ж Дэнди. Он постоянно какую-нибудь такую штуку исполняет. Подцепили Иридану, у него есть реплика. Чтобы его не убить. Дэнди на лоу хп убегает от года и Жотма у Кентавра. Так, и что происходит? Летает Пупей, дает корни. Стяжка стенка. Туда же Варды ставят. Сокуроки сборовал. Варды, кстати говоря, обратите внимание. Убили здесь снова Тинни с Виспом. НС уходит. Кентавр. Кентавр, Кентавр, Кентавр. Где-то Кентавр. Кентавр убегает. Ну, Ванды получил. Даггер у него. И стана. Раз, два, три. Хорошо. Но тут уже, к сожалению, подошли тиммейты Хвоста для Смайла. И просто его загрызли. Плохо. Все очень плохо. Сейчас еще и Куроки с вардами пойдет. И просто на Т4, наверное, да? Просто поставят эти варды. И ребята вспотеют. Все это дело Дефить. Дэнди, который ДПСит просто со скоростью света. Молнии там постоянно какие-то вылетают. Ну да, ребята решили даже просто на Т4. Ломаю креплику Хвоста сейчас. Ну, чуть-чуть у нее ХП остается. Интересно, она регенит ХП на фонтане. Ага, она не лечится на фонтане. Ну вот я знал, кстати, что такое штуку. Обидно, да, ее не подлечить. Вот подвели, подвели. Да, ему там ботл, ботл ему залили. А, она не лечится, зараза. Что делать? По-хорошему, Нави, конечно, должны были бы поломать сейчас вторую сторону после такого удачного файта. Но на боте линия очень далеко была. Они решили, что не будут этого делать. Самое, наверное, простое и правильное было бы сейчас команде Знави отступить и добить Рошана. Потому что, ну, ВП вряд ли им что-то там объяснят на этом Рошане. Они там на своем хайграунде-то драться, по сути, нормально не могут. На Рошане, потому что, наверное, подавно будет драться тяжело в этом узком пространстве, где Фаник может разультиться, где Купи может разультиться. Я понимаю, могут, конечно, и ВП скиллы закастить, но тут есть хитрый Рубик Кроки, который все касты постоянно воруют. Вот эти топовые, да? То Вардес ворует у Шедо Шамана, то ульту Кентавра, то Тос какой-нибудь. И там все равно накроют так, что мало не покажется. На 30.54 забирают Рошана Нави. Второго Рошана, а Егис достается на этот раз Дендику. Первый Егис, если вы помните, доставался на Эксу. Так, ну и что тут? Втреча в Смолке, да? Так, хвост такой, типа, опачки, Смолке пропадает. Что делать? Нажмем Рейдж и фокусим Жотма. Жотма практически умирает за прокаст. Влетает Кентавр, дает стан в одного Фаник и Дабл Эдж тоже на него с кастом. Бульт Кентавра, хвост сгрызает Ио, тосует Иллидана на Варды. Ну, тут, по-моему, уже драка какая-то прям без шансов. Стеночка от Дарксира, мы видим. Дэнди бежит за Смайлом, в надежде его добить, поблочить как-то. Так, все, убили. Кроки, что своровало? Кроки своровал Хекс в этот раз. Ну, Нави потеряли Курьера, но это, конечно, никоим образом не поможет команде Virtus.pro выиграть эту катку. Да, тут, конечно же, ГГВП. Ну что ж, вот такая вот игра за 31 минуту. В принципе, у Virtus.pro был шанс. Они вначале чуть-чуть проиграли, потом Нави решили, а давайте фиданем. Давайте фиданем, подумали. Нави пошли фиданули, но Virtus.pro говорят, что не, не хотим выигрывать, не будем, не, не надо. Да, жалко, конечно, получилось. Там Марфа пару раз неудачно гангнули, и в итоге тимфайты какие-то немножко корявые. Ну, короче, не самым лучшим образом получилось сыграть у Virtus.pro. Ну что ж, на сегодня, собственно, игр больше не будет, но мы там обещали небольшой розыгрыш, тем более народ на трансляцию такой дополнительный подошел. Так, сейчас я как раз-таки скину парочку месседжей насчет этого розыгрыша. Такс, 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 еще, наверное, можно один. Сделаю стоп-старт на трансляции Goodgame, и затем будем разыгрывать сетик на Slark, друзья. Так что, кто заинтересован, оставайтесь на стриме. Думаю, что мы его разыграем, я, по крайней мере, надеюсь, что мы его разыграем очень и очень быстро, что у нас люди будут в онлайне и сразу будут отвечать на сообщения. Ну, такие дела. Небольшая музыкальная пауза для тех людей, которые... Хотя, наверное, можно было бы даже показать сейчас, чтобы... Так, где же, где же, где же, где же... Ну, вот, собственно, есть пост, да, с... Ну, мол, все дела, розыгрыш на стриме, если народу будет, там чуть больше пяти сотен человек и все такое. К нему достаточно просто поставить лайк и сделать репост. Свой лайк я уберу, на всякий случай, чтобы самому не победить в розыгрыше. Вот. Ссылку на него я скидывал в оба чата, поэтому... Можете пока что сделать все необходимое. Я поставлю музычку и закончу запись стрима. Вот такие вот дела. Продолжение следует...